МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Юбилейные даты Республики в Чувашии с официальным визитом побывал министр культуры России Владимир Мединский. Об экологии и не только. Как в Республике реализуется мусорная реформа? Сохранить и приумножить Чуваши активно реставрируют памятники культурного наследия. Сегодня в Республике с официальным визитом побывал министр культуры России. Владимир Мединский обсудил с региональными властями подготовку к грядущим юбилейным датам. На повестке дня и участие Чуваши в национальных проектах. Какие возможности открываются перед Республикой? Подробности у Дмитрия Ковалева. Со смотровой площадки дома правительства столица региона как на ладони. К своему юбилею чебоксары преображаются. Многомиллионные суммы направили на ремонт объектов культуры. Виды города с высоты птичьего полета федерального министра впечатлили. О визите в республику фото на память. Объект культуры отремонтировали для детей гульный театр. И уже востребован аншлаг. Подробные фотоотчеты рабочих поездок Владимира Мединского публикуют в Инстаграме. И сегодня на его аккаунте ввели прямую трансляцию заседания комитета по подготовке к юбилейным датам. То, что в одном регионе два года подряд проводят праздники такого масштаба, случай исключительный, говорит руководитель ведомства. В рамках этого двойного юбилея проходит большая работа, в которой задействована значительная часть федеральных министерств. Практически все официальные ведомства на республиканском и муниципальном уровне. Всех источников финансирования предусмотрено 627 миллионов рублей, в том числе 430 из средств федерального бюджета. По итогам 2018 года проведены ремонтные работы в 21 культурном учреждении, реставрационные работы на 8 объектах культурного наследия. На эти цели выделено около 200 миллионов рублей. Глава республики отметил, что указ о проведении двух юбилейных дат стал символом для масштабной работы по ремонту объектов культуры и благоустройству столицы. В Чебоксарах реализовали инвестиционный проект «Этническая Чувашия». За 5 лет создано 22 объекта, обеспечивающие инфраструктуру, и 14 объектов туристической инфраструктуры. Логическим продолжением станет проект «Туристический кластер Чувашии и сердце Волги», что повысит туристическую привлекательность прибреженных общественных пространств. Для дальнейшего благоустройства Красной площади и набережной Волги республика получит еще 1 миллиард 800 миллионов рублей. Постановление подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. В Ростуризме отмечают, что у региона большой потенциал. Что касается реализации мероприятий федеральной целевой программы, которая завершена в прошлом году, республика участвовала с 2013 по 2018 год с общим объемом финансирования в этой программе в республике 4,7 миллиарда рублей. Что касается привлечения средств из внебюджетных источников, здесь тоже все прекрасно. Объемы, которые предусматриваются, которые я говорил, 3,4 миллиарда, они перевыполнены, и на 108% средства привлечены. На финишной прямой подготовка юбилейной программы. Так власти города сделали акцент на истории Чебоксара. В каждом классе приведем урок истории города, конкурсы стихов и сочинений. Расскажем и о самых ярких страницах истории города. Например, о том, что в середине 16 века по указу Ивана Грозного была построена крепость Чебоксары, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь. А накануне столетия образования Чувашской автономной области дата будет отмечаться в следующем году. Намерены провести Дни культуры в регионах страны. В программе и масштабные фестивали республика готовится принять немало гостей за рубежом. Международный этнокультурный форум «Золотая колыбель», межрегиональный музейный фестиваль, межрегиональная выставка в области культуры и туризма регионных сотрудничеств без границ, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Накануне столетия в республике планируют провести ремонт и реставрацию 56 объектов. Реализацию национальных проектов Владимир Мединский и Михаил Игнатьев обсудили на рабочей встрече в приоритете строительства новых домов культуры и кинозалов на селе. Теперь касаясь инвестиционных расходов, касаясь федерального проекта «Местный дом культуры», вот в этом году на капитальный ремонт, модернизацию в 828,6 миллиона рублей все заложено. Сейчас уже будем объявлять конкурсы. Если взять расходную часть бюджета, который мы приняли уже на этот год, с учетом мероприятия национального проекта выделено будет 2 миллиарда 661 миллионов рублей. Это срос на 104,4 процента. По уровню заработной платы средний экономический уровень мы поддерживаем. По прошлому году 24 тысячи 326 рублей. Республика может включиться и в программу развития детского культурного туризма. У республики есть шансы стать и постоянной съемочной площадкой. Для этого, отмечает Владимир Мединский, необходимо создать специальную комиссию, которая будет поддерживать кинопроизводителей. Самый главный эффект от популяризации региона потом и от роста туризма. Поэтому, во-первых, я предлагаю вам подобную кинокомиссию создать по образцу Калининграда, Новгорода, Владивостока. Обсудить эту тему предложили позже. В республику должны приехать руководители крупнейших кинокомпаний страны. Покажите, где снимать, ну где еще Волгу-то снимать, как у него у вас. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. У министра культуры насыщенная программа. Он посмотрел ход реконструкции государственной филармонии, побывал в Академии искусств. Вот так будет выглядеть Чувашская филармония через год. Работа на объекте завершаться в год столетия со дня образования Чувашской автономной области. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция. Уже привели в порядок инженерные коммуникации, установили новые бетонные покрытия, обновили кровлю. Ход строительства обсуждали без прессы. Вот что рассказал директор филармонии Николай Казаков. На сегодняшний день мы бы на 136 миллионов сделали работы. То есть, во-первых, зал зрительный будет совершенно другой. Будет появиться амфитеатр. Людям будет все видно, что происходит на сцене. Сцена увеличивается на 6 метров. Вот Владимир Ростиславович Мединский как раз сказал, увидев нашу сцену, вот тут, говорит, могут выступать ведущие московские театры. Два современных зала почти на 850 мест новое оборудование. Все это еще предстоит построить, смонтировать. Общая стоимость реконструкции – 327 миллионов. Обновленная филармония станет отличной площадкой для проведения концертов звезд российской и мировой эстрады. После филармонии Владимира Мединского встречали в Детской Академии Искусств. Ее открыли 18 августа прошлого года в День города Чебоксары. В разных секциях и кружках здесь занимается более тысячи детей. На специальной графической доске гости оставили свои автографы. Михаил Игнатьев, уже хорошо знакомый с Академией, дал свою оценку. А министр культуры Российской Федерации пожелал успехов творческих и в учебе. Его пожелание сбылось очень быстро. Ансамбль скрипачей «Калейдоскоп» поразил министра виртуозным исполнением. Он отметил, таких музыкантов нужно отправлять на международные конкурсы. Давайте напишите нам письмо, и мы вас будем отправить эту границу. На традиционных русских крыловидных гуслях играли в соседнем кабинете. И ребята, которые здесь, это все городские дети, которые не от земли, не от сахи, но они впитали вот эту традиционную культуру. Что означают эти узоры, поинтересовался Владимир Мединский на занятии кружка по чувашской вышивке. Он читал, что она могла заменять чувашим письменность. Руководитель рассказал о значении треугольников и знака солнца на изделии. Хотели показать, что это для молодой девушки факт. Юные инженеры провели министру экскурсию в кружке робототехники «Кулибин». Сюда принимают с пяти лет. Четыре воспитанника кружка этой весной будут участвовать во Всероссийской Олимпиаде по 3D-технологии. Закончился визит в Академию искусств интервью. Его у гостей взяли наши младшие, но уже опытные коллеги, журналисты медиа-центра «Кучмала», которые готовят программы для нашего телеканала. Скажите, ваши три ассоциации с городом Чебоксара. Я в первый раз в Чебоксарах, поэтому пока у меня, наверное, только рабочие ассоциации. Там бюрокомитет, работа, достроить фалармонию. Ответить на этот вопрос еще раз Владимир Мединский пообещал позже, после летнего визита с более свободным графиком. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Кроме этого, Владимир Мединский побывал в Мурпосадском районе Республики на родине дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Николаева. Так встретили делегацию из Москвы в Шоршиллах. Мемориальный комплекс космонавта номер 3 Андриана Николаева – уникальный музейный объект. В одном месте собрана история страны, как космической державы и летопись небольшого чувашского села, подарившего миру легендарного летчика, дважды героя Советского Союза. Открывшийся 47 лет назад Шоршильский музей в 2001 году переехал из сельской школы в новое здание. В коллекции мемориального комплекса насчитывается более 6000 экспонатов. Музей постоянно развивается, благоустроена территория вокруг него. Очень важно, что инициативу проявляют жители села. Конечно, это сложно было бы сделать без поддержки правительства республики. Здесь ежегодно бывают более 50 тысяч человек. Владимир Мединский почтил память великого сына Чувашия. Большой интерес у министра культуры вызвало посещение дома, где родился и жил космонавт. Кто такой космонавт Николаев? Это мировая звезда. Такая же, как Терешкова, Герман Титов, Армстронг, ну не говоря уже о Юрии Гагарине. Каждому школьнику надо обязательно прийти не просто в музей, а прийти в этот маленький домик, где семеро Николаевых провели детство. И послушать, как мальчик из бедной, как вы сейчас сказали, многодетной семьи, выросший практически без отца, учился и работал, чтобы добиться успеха в жизни. Это, кстати, говорит о том, как правильно работала система социальных лифтов и поддержки, которая находила талантливых ребят, давала им возможность продвинуться, давала возможность получить сначала среднее специальное образование, затем высшее военное образование, потом самое высшее военное образование. И вот так вот из Чувашского села, в доме на дровах, без электричества, до настоящей мировой звезды. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. В программе «Визита Владимира Мединского» было и знакомство с проектом исторической реконструкции на Красной площади, и встречи с деятелями культуры и искусства. На Красной площади столицы развернулась гражданская война. Вот сам легендарный комдив Василий Чапаев вместе с боевой подругой Анкой-пулеметчицей на Тачанке. Рядом солдаты Чапаевской дивизии. Уличная сцена сменилась театральной. В Чувашском драмтеатре шла репетиция спектакля о еще одном выдающемся земляке – Константине Иванове. В постановке задействована народная артистка Советского Союза – Вера Кузьмина. На встрече с руководителями учреждения культуры республики обсуждали вопросы развития детских театров, муниципальных библиотек, строительства сельских домов культуры. Владимир Мединский отметил, республика – один из тех регионов, где власти оказывают большую поддержку культуре. Мне приятно, что увидел в Чувашии действительно искреннее, неравнодушное отношение к проблемам культуры и стремление максимально поддерживать дома культуры, детские школы искусств, поддерживать национальные театры. Ведь хочется, конечно, помогать тем, кто сам проявляет самоотдачу в деле поддержки культуры. Что же касается, что самое главное, самая главная задача национального проекта культуры – это развернуть культуру к людям. В этом году республика отмечает юбилейную дату – 550-летие основания города Чебоксары, а в 2020-м – 100-летие со дня образования Чувашской автономии. Объекты отдельные введены, отдельные строятся, отдельные будем достаривать, но на этом жизнь не заканчивается. И в следующем году, в 2020 году, к юбилейной дате образования Чувашской автономии, мы многое сделаем. Всего 100 мероприятий, они вписаны в решения правительства Российской Федерации. Кроме этого, мы на республиканском уровне свои мероприятия. В-третьих, хочу сказать, люди вовлечены по реализации проектов, реализованных на инициативах самих граждан. В рамках празднования юбилейных дат большое внимание уделяется реставрации памятников культурного наследия и ремонту объектов культуры. Правительство России выделило на это немалые средства. Что уже сделано в этом направлении, а где работы еще идут – в нашем сюжете. В столице республики культурный и строительный бум. Капитальной реконструкции подвергается здание филармонии. Неприспособленные под музыкальные потребности помещения меняют вид, переоснащаются. В театре кукол внутренняя перестройка отремонтировали малый зал, сейчас занимаются фойе. Если судить по эскизам, маленьких зрителей ждет сюрприз – интерьер в корне изменится. Обновлен фасад музея имени Василия Чапаева. Полностью перебран деревянный дом, где родился знаменитый полководец. В основном помещении идет капитальный ремонт. В двух театрах столицы – чувашском академическом и русском драматическом – тоже перемены. В первом привели в порядок коридоры гримерные артистов, работы еще продолжаются. А во втором налазили работу инженерных сетей, отремонтировали вестибюль, купили в зал новые кресла. Масштабной реконструкции подвергся старинный особняк по улице Константина Иванова. Здесь располагается филиал художественного музея с его особой раритетной экспозицией. Заново от штукатурец стены восстанавливают паркет, лепнину на потолке, израстовые печи, чугунные перила. На днях открыл свои двери краевический музей в Мариинском посаде. Бывший купеческий дом не узнать. Реставраторы вернули зданию прежний облик, восстановили большое количество предметов культуры и быта. А в Ибресях отремонтировали народный музей под открытым небом. К другим темам. Чувашия заняла седьмое место в рейтинге инвестиционной активности регионов за январь 2019 года. Наша республика набрала 61 балл. Рейтинг опубликовал журнал «Инвестфорсайт». В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектов, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвестрегион». Все сообщения оценивались по 10-ти бальной шкале. Ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа, выделение для проекта, финансирование, кредита, подписание соглашения о проекте, подписание соглашения о намерениях и прочие новости. Чувашия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Минстрой республики заключил контракт с региональным оператором «Экоцентр» на 10 лет. Центр начал свою работу еще в октябре. Как сейчас обстоят дела в этой сфере – в нашем сюжете. Где и сколько мусора находится, как выстроены маршруты движения, видно вот на таких мониторах. Здесь, в этом помещении, с помощью системы ГЛОНАСС, отслеживается вся сеть вывоза мусора по всей республике. Если наглядная картинка не вызывает сомнений, то тарифная составляющая по-прежнему предмет дискуссии. Сегодня у нас стоит задача, вот как говорил Михаил Васильевич, поставил задачу, то есть надо разделить сегодня именно объемы, те, которые, по-моему, так собирают на квартирных домах и в индивидуальном жилищном строительстве. То есть задача стоит именно так, и мы с оператором на эту тему говорим, что для жителей должна быть услуга понятной и прозрачной, для оператора это должно быть честно заработанными деньгами. То есть люди должны платить на самом деле ту услугу, которую они получают. Хорошая статистика для оператора. За четвертый квартал прошлого года увеличился объем отходов, завезенных на полигоны. Это по сравнению с 2017. Со дня старта реформы в Чувашии появилось полторы тысячи новых контейнеров. Но для стопроцентного вывоза мусора необходимо еще как минимум три тысячи. Больше людей, которые уже обращаются к нам по делу, за перерасчетами, предоставляя определенные документы, обращаясь к платежей. Платежи растут. Уровень платежей сейчас с начала года 55%. То есть из всех начисленных платежей на 31 января 55%. Я считаю, что за три месяца это очень неплохой показатель. Специалисты клиентского отдела компании решают проблемы жителей. Например, Андрей Александров пришел с вопросом перерасчета платы за вывоз ТКО. У меня там в доме прописан кто-то. Хотя у меня там никто не прописан. Вот хочу разобраться насчет этого. Откуда и чего берут квитанции. В данном случае у него временная регистрация была у людей. Он должен предоставить домовую книгу, свидетельство о праве собственности, там, где он оплачивает по прописке. У регионального оператора масштабные планы. Следующим этапом станет запуск процесса реального сбора мусора, в первую очередь в столице республики. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. Такой факел сотрудничества ежегодно вручают организациям, ставшим победителями конкурса. Высокий статус мероприятию придало присутствие на чествовании председателя республиканского кабмина Ивана Моторина и главного эксперта департамента ПАО «Газпром» Леонида Калинина. По итогам работы за 2018 год лучшими признаны 12 предприятий различной формы собственности. Для потребителей созданы равные возможности для победы. Лучших определяла конкурсная комиссия в четырех номинациях по определенным критериям. Это в первую очередь бесперебойное потребление этого природного газа. Второе – безаварийная работа по вине потребителя. Энергосбережение. Это естественная оплата. Все эти факторы складываются. Сама идея очень интересная – поощрять и пропагандировать именно труд, который действительно добросовестен, честен, когда к труду подходит с профессиональной точки зрения и с большой долей ответственности. Одним из лауреатов конкурса стал Ростелеком. Безусловно, любая награда, она приятная. И это действительно большой труд коллектива. И действительно, в 2019 году мы планируем расширять наше сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Думаю, что оно будет, скажем так, в обе стороны. Чебоксарский хлебозавод номер один стал победителем среди крупных предприятий. Характеризуем «Межрегионгаз» как самый надежный поставщик газа. На предприятии ведутся мероприятия по экономии потребления газа, модернизации производства, улучшение котельной и предприятия. Эффективное использование газа, соответственно. Опыт предприятий победителей – отличный пример для подорожания. Иван Моторин в приветственном выступлении отметил, что правительство республики поддерживает проведение такого конкурса. Значимость обоюдного исполнения обязательств, ответственность потребителей, поставщика газа и газораспределительной организации имеет важное значение для эффективного экономического развития Чуваши. Принято республикой ряд решений по модернизации газового хозяйства в таких городах, как Алаты, Ядрин, Козловка, Шумерля, что непосредственно позволит нам опять же соблюдать платежную дисциплину, надежность газоснабжения, ну и самое главное – оказывать услуги нормативного качества населению и предприятиям, которые работают, люди, которые живут в этих городах. По окончании церемонии награждения все участники мероприятия посетили Музей истории газового хозяйства. Посетители ознакомились с уникальными экспонатами и документами, прослеживающими развитие отрасли с момента становления до настоящего времени. В Чувашии начал свою работу ресурсный центр добровольчества. Напомним, это решение приняли в конце прошлого года на заседании Совета по развитию движения при главе Чувашской Республики. Без этих доброжелательных, всегда готовых прийти на помощь молодых людей, уже трудно представить себе проведение всевозможных форумов, конференций, спортивных соревнований международного, российского и республиканского уровней. А еще они – организаторы специальных волонтерских проектов, призванных помогать людям, находящимся в непростых жизненных обстоятельствах. 2018 год прошел под эгидой волонтерского движения и наглядно показал, как нуждается наше общество в отзывчивых людях. Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018» собрал почти 16 тысяч заявок со всей страны. От Чувашии на конкурс поступило 172 заявки. Два проекта «Передвижной металлосборник» и «Спасибо, что ты есть» прошли в федеральный этап. Центр будет координировать работу республиканских волонтерских бригад. Это все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова